Дорогие друзья, приветствую вас сегодня на канале Дмитрия Ишанкина, на моем канале. Спасибо, что вы со мной, кстати, спасибо, что оставляете комментарии, ставите лайки и оставляете свои вопросы. Вот много вопросов приходило как раз как увеличить жим лежа. И сегодняшний ролик я хотел посвятить жиму лежа упражнениям из пауэрлифтинга, пообщаться со спортсменами. И еще такой момент у меня назрела история, как вы, наверное, знаете, сломал ногу полгода назад. И вот этот период восстановления очень много приходило дум, как вообще люди живут, те, которые передвигаются вот на костылях или на колясках, как они себя мотивируют, заставляют тренироваться. И сегодня мы как раз встретились со спортсменами-паралимпийцами, которые занимаются жимом лежа и с их тренерами. Вашему вниманию добро пожаловать в «Welcome to». У меня в гостях Кузнецов Роман, Мазипова Марина. Это призеры, чемпионы как раз по пауэрлифтингу, ну, среди вот ребят, которые на колясках. Это как правильно называется? Призеры чемпионата России с поражением опорно-двигательного аппарата. Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. Вот я недавно ногу сломал, полгода назад. И, честно говоря, после того, как перестал делать привычные движения, там, прыгать, бегать, плавать, у меня такая апатия, депрессия какая-то наступила. Я перестал заниматься, стал жирным, ленивым. Мне хотелось бы вот спросить у вас, откуда вы мотивацию берете, как вы себя тренироваться заставляете? Ну, по-любому надо заниматься спортом, иначе жизнь продолжается, и надо идти вперед и добиваться каких-то целей. Потому что люди с ограниченными возможностями тоже такие же люди, как и все. Просто хотят жить дальше, интереснее, встречаться с новыми людьми, производить новые знакомства. Мне всегда было удивительно, да, вот какие слова вы себе говорите, что надо как-то, надо, заставляете себя. Откуда это берется? В любом случае это надо, это необходимо, потому что спорт в жизни человека с ограниченными физическими возможностями играет очень важную роль. Как и социальная адаптация происходит, когда мы приходим в зал, нас окружают люди, мы общаемся, мы узнаем что-то новое. Это, и также спорт неотъемлемая часть, потому что все время мы пользуемся руками, мы крутим обода, мы пересаживаемся. И чем больше мы будем развивать руки, тем легче для нас будет жить. Класс. А вот жим лежа, да, это основное движение? А какие-то еще дополнительные есть упражнения? Помимо жима лежа мы выполняем упражнения, как по народу называется, это бабочки, обратные бабочки выполняем. Также упражнение идет у нас с гантелями, и так стараемся, чтобы у нас была кардионагрузка. Это мы передвигаемся непосредственно на колясках, внедряем передвижение активно руки, и тем самым вырабатываем выносливость у себя. Так, здорово. А как-то питание, вот эти вот вещи, там, спортивные добавки, это тоже используется? Ну, практически мы не используем спортивное питание, так как, во-первых, по состоянию здоровья особо нам нельзя вот эти всевозможные медикаменты, все вот это такое, спортивное питание. Я, по крайней мере, не увлекаюсь этим, вообще никак. А калорийность как-то соблюдаете, там, белки, жиры, углеводы? У нас просто канал о бодибилдинге и фитнесе, и много как раз внимания уделяется еде. Мясо надо так, что еще? Мясо, курица, макароны твердых сортов. Хорошо. Я уже третий месяц соблюдаю диету, у меня белковая диета. Я ограничиваю полностью практически себя в углеводах, потому что мне нужно входить в более выгодную мне интересную весовую категорию. Вот, и постоянно тоже считаю калории и слежу за своим питанием. Вот так. Я думаю, что нашим зрителям интересно узнать результаты. Давайте-ка, давайте похвалимся. Так. Ну, начали мы, вот, я, например, начал заниматься пауэрлифтингом год назад. А, недавно? Недавно, да, совершенно. Ну, начал я со 100 килограмм, сейчас вот за год я дошел до 155. Подождите, вот я занимаюсь всю свою жизнь, мой лучший результат в жиме лежа 130 килограммов, а вы со 100 начали. Да. То есть это откуда? То как? Ну, такая ситуация, то, что до травмы я работал в лесу, поднимал тяжелые вещи. Вот, как бы, после этого получилась такая ситуация, то, что проходил в городе турнир по жиму лежа, ну, попросили люди, давайте попробуем сколько. Ну, я начал за ним, начал сначала, думаю, сколько я попробую. Было с 60 килограмм, дошел за три раза до 100. Ну, это, как бы, для меня легко было. Так, а вот звание же есть, звание мастер спорта, например, это сколько? Нет? Да, мастер спорта еще далеко. Как бы, если вот в моей весовой категории нужно выжать, чтобы мастер спорта 210 килограмм. А у вас? У меня сейчас второй разряд. Вот, но мне еще не хватает 10 килограмм до первого. Ну, а там потихонечку будем, идем, идем, растем же, потихонечку повышаем весовый вес. Потихонечку дойдем и до этого, и до мастера спорта, и до международного класса. Ну, здорово. То есть за год можно так сильно прибавить, да, в жиме лежа, несмотря на уже хороший уровень? Ну, да, как бы, ну, в принципе, что, мы три раза в неделю тренируемся. Вот, как бы, по возможности потихонечку прибавляем в весовой категории. А вы призер первенства России, призер Кубка России по... Нет, я призер первенства России, а изначально моим самым огромным достижением для себя, я считаю, что я попала в сборную команды по параллитинг в Московской области. Вот, это были соревнования в Сербии, которые проходили. В принципе, довольно было много конкурентов, и удалось тогда выполнить норматив, раздала на третий разряд. Вот это вот все, как бы, меня вдохновило на дальнейшее развитие. А вы сколько поднимаете? Сейчас мой лучший результат в зале – это 83 килограмма. Ничего себе, вот так вот, парни, некоторые не могут 80 пожать. А вы давно тренируетесь, да? Нет, мы с Романом начали тренироваться одновременно. Это как раз было 9 мая 2016 года. И отсчет нашей деятельности, я считаю, как бы, мы от Дня Победы, у нас такая своеобразная тоже произошла победа над собой. Мы начали заниматься параллитингом. Здорово. А какие планы ставите перед собой? Роман, я так понял, хочет стать мастером спорта международного класса. А вы? А я хочу войти в состав сборной России и участвовать в параллитинге. Хорошая цель. Скажите, а вообще много спортсменов, конкуренция, вы сказали, высокая? Как много людей занимается этим видом спорта? Людей занимается достаточно много, у кого, опять же, есть выход из дома, кто может посещать регулярно тренировки. Сталкиваемся, все, как бы... Неудобно, да? Вот есть даже, ну, мало залов, мало залов, куда есть доступ, где есть там условия, да, удобство. Мало залов есть, да, которые адаптированы непосредственно для инвалидов-колясочников. Вот, например, у нас зал в Сергеево-Пасадском районе, в городе Краснозаводск, полностью адаптированы для инвалидов-колясочников. Есть тренажеры приспособленные, на которых мы можем заниматься. Также есть санузел, которым мы можем пользоваться. Ну, в принципе, у нас в этом ограничения нет, поэтому мы ходим и занимаемся. Ну, я, честно говоря, вот вам хочу сказать, что когда на костырях было, да, два месяца, для меня это было действительно сложно. То есть это все долго, это все неудобно, куда-то там пойти в магазин, это огромная проблема, а в зал это надо там помыться, это вот это все, это очень сложно. А вот это совсем другой мир, я так полагаю. Скажите, вот, что вы посоветуете, что вы скажете от себя вот тем молодым здоровым, которые ноют, гундят, у них там денег не хватает, или у них там зал далеко. Вот мне бы хотелось от вас услышать, чтобы те слова, которые заставят, заставят вот этих вот ребят заниматься спортом и не гундить, не ныть, а делать свое дело. Ну, что сказать, люди в худших положениях занимаются, если что-то добиваются в жизни, надо идти в зал, заниматься спортом, надо ходить, гулять, ходить в лес, то же самое же. Заниматься каким-нибудь своим видом спорта по-любому обязательно надо, потому что спорт – это здоровье, это движение, и ничего тут такого нету. Ну, вперед, и с песней. Спасибо. Ну, в этой ситуации все зависит от нас самих, потому что пока человек себе не скажет, что я могу это сделать, я должен это делать, ничего не изменится. Самая лучшая мотивация – это здоровый образ жизни, это долголетие и отсутствие каких-либо болезней. Здорово. А все-таки хотелось бы еще вот с тренером, наверное, с вашим поговорить и узнать немножечко о секретах, как быстро, как быстро добавить результат. Друзья, представляю вам тренера наших атлетов, тренера высшей категории, рекордсмен мира по жиму лёжа Анатолий Иванович ПУСов. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот наши зрители интересуются, как прибавить в жиме лёжа? Ну, тут, во-первых, надо включать голову, как вы сами знаете, потому что на бомблазере ничего не сделаешь. Ну, опыт нужен тренерский. Дело в том, что у нас часто кто приходит в зал, вот, они думают, что это быстро-быстро, что там можно взять, ну, там, нахрапом, а увы. Вот, сейчас поэтому... А какие-то, вот, извините, может быть, ошибки, которых делать не надо? Вот, например, каждый раз пытаться делать больше и больше. Да-да, это вот главная ошибка у тех, кто начинает, они пытаются, вот, как вы сказали, где мы, на каждом занятии, они пытаются больше, на каждом занятии на максимуме идут. А это ведёт, как сказать, к застою и травму. Так, то есть нужно постепенно, и существуют какие-то схемы. Вот вкратце можно об этих схемах? Главная схема – это вариативность. То есть, на каждом занятии менять и нагрузки, и интенсивность, количество повторов, подходов. Вот, это базовое. А как часто делать базовые упражнения? Вот, например, в тяжёлой атлетике, там, раз в неделю, или, скажем, два раза в неделю рывок, ближе к соревнованиям чуть чаще. И в основном вспомогательные упражнения. Как у вас это? Ну, дело в том, что у нас, так как у нас жима лёжа базовая, и мы выступаем в жима лёжа. Поэтому база, ну, как минимум раза в два в неделю эта база должна быть. Ну, а вспомогательные они присутствуют всегда. А вот какие упражнения, помимо жима лёжа, существуют, и как часто их нужно выполнять? Ну, вот, хорошее очень упражнение – это брусья, отжимание на брусьях с весом. Если ты уже готовый, то с весом. И вес можно, ну, как сказать, добавлять постепенно. Вот. Ну, и упражнение на блоках – трицепс, сами знаете. Нет, трицепс. Да, разгибание локти, да. Ну, и гантельные, и цигаловые. Вот. Ну, это всё вспомогательное. База ещё, вы жимали уже хорошо, дожим узким хватом. Вот. Помогает очень сильно. Здорово. А какие вот сложности с этими спортсменами, с поражением опорно-двигательного пара? Главное, что у них мало что они могут сделать. В вспомогательных поражениях. Те же брусья, та же силовая рама. Вот они этого не могут. У них в основном паза. Ну, и так называемый канажёр бабочки, ну, батерфлей. И у них очень набор маленький. Вот это очень тяжело. Ну, это ведь специальные нужные тренажёры. Я вот видел, где можно подъехать и делать. Да, да, да. Ну, вот это на каждом зале есть. Но у нас, слабо богу, есть такие. Ну, даже где будут. Это уже, как бы, помогает мне с ними работать. Здорово. Какие ваши планы на наших спортсменов? Планы, конечно, высокие. Ну, как говорится, мы предполагаем, а в принципе, располагают. Да, ну, будем рожить. Это не так. Ну, давайте. Ваш, скажем, ваш план, звания, титулы. Ну, так как нормативы у них очень высокие, я, кстати, даже не знаю, что они такие. Ну, это нереально. У Ромы 210 пожать и всего лишь мастер спорта. Это вообще, я не понимаю, кто такие нормативы сделал. То ли это чиновники от спорта, то ли я не знаю кто. Это просто нереально. Они толкают людей на употребление этого друга. Ну, это очень много. Поэтому, вот, так как я профессионал, я считаю, что такой вес, вес, как говорится, химии, ну, это просто нереально. Ну, это ведь какая-то определенная федерация. Те, кто участвует в чемпионатах мира, да? Да, нет, это именно их, что гораздо такие вот нормативы сделал. Во всех них гораздо ниже. Да, так вот я слышал, там, собственный вес пожать 25 раз, но это можно месяц позаниматься и, собственно, сделать. Для многих это несложно. Нет, это будем часто говорить о нормативе. Да, вот, допустим, АПФ, это вот, ну, которое описано в большом мире, так там, ну, сейчас на память не помню, но они, кстати, еще нормативы не утверлили, но у них даже майчный жим, вот, допустим, в категории 90 кг, там, в мастерах, по-моему, что-то, кг 200 всего-то в майке. Представляете, это жимой, а тут человек без... Может, опечатка какая-то, может, 120? Я думаю, что это нет, но вот они мне сказали, нет, это так. Ну, и, кстати, показали мне нормативу, я был в фото. От вас, как от уважаемого спортсмена, уважаемого тренера, пожалуйста, мотивация или несколько советов молодым, амбициозным атлетам, которые хотят пожать многое и, возможно, участвовать в соревнованиях? Ну, много-то дано не каждому, но это еще и генетика должна быть, как вы знаете, как вы, персонал. Вот. А самое, я им, чтобы, пожелаю, это честолюбие. Это, то бишь, не самолюбие, а честолюбие. Не надо быть в толпе, не надо быть в серой мышью. Выделяйся только чем? Не прическами, не носками, какими-то там, где-то там, щеколотки голые. Вот. А именно, покажи, что ты личность. Вот. Спасибо огромное, очень приятно было с вами пообщаться. Друзья, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова